Мы собрались за этим нашим круговым столом для того, чтобы поговорить на тему русская литература в историческом измерении. Вот так мы широкоформатно захватили эту тему. Прямо должен сказать, вот вчера мы провели встречу публичную, было более двухсот человек, и многие люди восхищались и удивлялись тем необычным нескольким взглядом на русскую литературу в течение практически всего периода, когда с повести временных лет до наших дней очень необычно и оригинально эту тему подал нам наш гость. Сегодня, я думаю, чтобы нам не повторяться о том, что было сказано вчера, тем более, что та встреча, которая прошла, она будет сделана в видео, и многие люди посмотрят, так же, как эта встреча. А поэтому давайте у нас будет сегодня свободное общение, которое будет основано в первую очередь на ваших вопросах. Поощряется, если мы и поспорим, если кто-то будет с кем-то, вот как господин Локьянов вчера очень хорошо, так это да, потому что это... Давайте вот таким образом проведем эту встречу. У нас полтора часа, вот, но для начала давайте, может быть, все друг друга знают, или надо представлять, а? Давайте я представлю тогда. Вот Александр Николаевич Ужанков, доктор филологической наук, профессор, преподаватель такого огромного количества учебных заведений, что мне надо вот целый такой, знаете, список составить. Причем он преподает, что характерно, от элитарных, скажем так, технических заведений, типа МИФИ, МФТИ, до Богословских. И всюду вот сейчас, кстати, матрика, которую он ведет, она пользуется большим интересом, большим спросом, потому что люди действительно хотят разобраться, кто мы такие, и откуда мы пошли, да, и что нас связывает друг с другом. Пожалуйста, вот рядом Калли Каспер, эстонский писатель, классик, я бы сказал, да, классик, который недавно... ...существует... ...недавно издал книгу из своей саги на русском языке. Да, пожалуйста, Лилия Киара. Да. Овов, филолог и портал Славия. Портал Славия, который представлен двумя, значит, людьми. Представьте своего коллегу. Урмас Рос. Урмас Рос, угу. Да. И, видите, наша коллега еще... И Евгения Виноградова, очень приятно. Да, Евгения Виноградова. Ну, мальчиков, которые снимают, представлять не буду. Они не участвуют в дискуссии, хотя могли бы. Так, а кто там... А, да, пожалуйста. Ага. Пожалуйста. Это наши вот издатели. Здесь собрались Нелли Абашна Мельц. Пожалуйста. Русский театр. Русский театр, да, русский театр. Это у нас Татьяна Маневская, да, актриса русского театра. У нас представлена наука, да, Александр Лукьянов, доктор экономических наук, профессор. И наш таллиннский интеллектуал, значит, энциклопедической вот такой закваски. Борис Тух, он писатель, он журналист, он культуровок. Вот, и трудно найти ту сферу деятельности, включая футбол, где бы он, значит, не был крупным специалистом. Ну вот и давайте начнем. Давайте начнем. Я думаю, Борис первый вопрос задаст. Да. Александр Николаевич, в прошлый раз вы говорили о четырех компонентах, которые необходимо быть для того, чтобы быть человеком русской культуры. Вот я не православный, первый компонент, значит, подпадает. Значит, я не могу считаться человеком русской культуры. Ну что вы, дело все в том, что всегда нужно предполагать контекст, который сопутствует русской культуре, понимаете? И даже если вы человек не православный, но вы находитесь в лоно русской культуры, то тем самым проникаетесь этим. То есть вы осознанно или неосознанно, но вы принадлежите этой культуре. Другое дело, что если мы рассматриваем становление, то есть историю русской культуры, историю русской цивилизации, тогда, и обращая внимание на ее истоки, вот тогда православный компонент, он обязателен. Почему? Потому что мы видим, культура развивается на протяжении, скажем, семи столетий именно в лоно православии. Потому что после секуляризации сознания, после 40-х годов 17 века, уже происходит проникновение мирское и веяние европейское. То есть уже это не, скажем, так характерно для православной культуры, что я имею в виду. Ну, например, стиль барокко. Это еще пока не направление, как будет там классицизм, сентиментализм и так далее. А стиль барокко, который пронизывает и поэзию, там, скажем, Симеон Полоцкий, который получает образовальное вильно, потом приезжает на Русь. И, скажем, архитектура, стиль барокко, иконография Симон-Ушаков, там тоже мы видим уже стиль барокко. То есть вторая половина 17 века, ну, в общем, ощущает влияние западной культуры, не православной, я хочу сказать. Но, тем не менее, вот в гарнила попадает православная культура, естественно, что православная ее приспосабливает, ну, под свой компонент. Ну, а дальше, собственно, если мы разбираем русскую литературу и тоже классицизм, сентиментализм и прочее, прочее, это все было взято в Западной Европе. Но, опять же-таки, наполняемся православным компонентом. То есть, говорить здесь уже тогда, что только вот нужно быть православным, особенно для нашего времени, это, конечно же, нет. Но то, что, когда мы говорим о русской цивилизации, то этот аспект весьма существенный. Ну, вот, теперь еще вот какой вопрос. Я не знаю, насколько я прав. Мне кажется, что где-то в XI веке существовали три, ну, не знаю, культурно-цивилизационные сферы в Европе. Одна, это, понятно, латинская. Другая, это византийская, с ее сателлитами. И третья, русско-варяжская. То есть, Русь, варяжские страны, скандинавские страны и Англия до нормандского нашествия. И, кстати, ведь самый яркий князь Киевской Руси, Ярослав Мудрый, он же все-таки был больше ориентирован на Запад, чем на Византию. Византию явно не доверял. Все его дочери вышли замуж за европейских королей, и его, по-моему, племянник был женат на дочери последнего саксонского короля Горожда Девенцона. Ну да, но дочка Анна Ярославовна вышла за французского Генриха, французского короля. И за бета, за Харальда Харда. Но, с другой стороны, его сын, Сел Ярославич, все-таки женится на византийской принцессе Ане. Так что, всем сестрам по серьгам, то, что называется. Но, вы правы, связь со скандинавскими странами была очень значительная. И даже если мы вспомним женитьбу уже внука Владимира Мономаха на Гите Геральдовне, она воспитывалась, в общем-то, уже на Руси не столько, так сказать. Да, 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 совершенно верно. Так что, связь домов, так можно сказать, княжеских и викингов, ну, в общем, тут была самая тесная. Но, вот, коль вы затронули эту тему, я хочу и обратное, скажем так, влияние здесь вспомнить. Та же Анна Ярославовна, отправляясь во Францию, ну, с города, с Киева, а он считался, ну, чуть ли не вторым после Софии, то есть после Константинополя. И понятно, что и София Киевская тоже в образ Софии Константинопольской была создана. Она, человек, я имею в виду Анна, весьма-весьма образованный, отправляется во Францию, естественно, с болью, с плачей, со слезами, потому что, в общем-то, неизвестная страна и так далее, и так далее. Мы с вами знаем, что она, человек, была грамотная, написала, а вот в отличие от супруга, который был неграмотен, да, и вместо подписи оставил крестик. В то же время, после смерти своего супруга, при малолетнем сыне, она оставалась регентом при французском дворе и подписывалась как раз по-славянски, Анна Регина. И вот, в общем, такой, да, замечательная совершенно судьба была. Потом ее выкрал, ну, по согласию, граф Валуа, женился, 18 лет брака, было замечательно. А уже после смерти своего, второго супруга, она открывает монастырь женский, куда и постриглась. И вот уже первый отправляется в Западную Европу, естественно, вспомнил, так сказать, Анну Ярославовну, поехал по тем местам, и приехал в Римс, где как раз вот был этот монастырь женский, и французы, благодарность, она была очень красивой женщиной, и постояли памятник уже, но это, правда, позднее было, уже в 19 веке. Ну, а тогда приехал он в Римс, и он говорит, ну, вот здесь мы память храним о Анне Ярославовне, и так далее, и так далее. Говорит, ну, у нас есть тайная книга в Средневековье, о которой присягали восходяне престол все французские короли. Говорит, но книга настолько тайная, что ее никто не может прочесть, даже наши самые большие мудрецы. И показывают небольшую книжицу, вот такого вот формата, да, и говорят, вот эта книга, вот, так сказать, вот посмотрите, вот первый берет и начинает читать, к изумлению всех французов. Почему? Потому что она написана на славянском языке, оказывается, это Евангелие, которое взяла с собой Анна Ярославовна, естественно, как человек православный. Понимаете, ну, что любопытно, до последнего Бурбона, да, то есть вот все французские короли присягали на тексте славянского Евангелия. Ну, вот переплетение, так сказать, Европы и России. Мастер-время существует? А? Мастер-время существует? Да, в Ремсе существует. В Ремсе, да, это Ремс. Вот, да, существует, и память об Анне Ярославной до сих пор там хранят. Так что вот такая вот связь востока и запада. Да, пожалуйста. Борис меня провоцировал на один вопрос такой. Собственно говоря, мы придем, может быть, на уме не только, да. Понятие цивилизации, оно так по-разному переводится, в том числе как культура, да, одно из значений, то есть все вместе. И отсюда вопрос вот этих, от четырех столпа, на которых вовремя получается, это один столп. Ну, в принципе, да. А, и, а так, в чем провокация? Если у вас стоит язык, вот мы живем в Эстонии, да, если возьму вот эти два момента, язык и литература, получается, что мы можем говорить об эстонской цивилизации, мордовской, монгольской и так далее. То есть мой вопрос еще в чем заключается? Как вы решаете вот такие спорты сегодня? Первый вопрос. В том плане, вот вы определили... Существует ли цивилизация или существует ли культура, да? Правильно говорить, да. Я, конечно, прекрасно понимаю, у меня свой ответ тоже видно, что мы не можем говорить отдельно, так, в широком плане, об эстонской цивилизации. Хотя на самом деле она ничего не хуже, чем другие. Понятно. Своя литература, хорошая литература. И, как говорится, мы с ней относимся... Ну, вы же спорите по этому вопросу. Как вы спорите, как они идут у вас в Москве, кто там, как запасные точки зрения? Я понимаю, спасибо за вопрос. Ну, как когда-то говорил Никточи, будь помят, Владимир Ильич Ленин, да? Прежде чем мы будем говорить или спорить о чем-то, договоримся о терминологии. Конечно же, вот вопрос в терминологии, он выходит в любом споре на первое место. То есть, что мы подразумеваем под теми и теми. Вы абсолютно правы, как говорите, но это же явление культуры, гуманитарной культуры. Да, я с вами соглашусь. С другой стороны, а как же мы тогда действительно будем разграничивать цивилизацию? Я думаю, что цивилизация – это след в истории на протяжении, ну, какого-то значительного отрезка времени. Как минимум, ну, вот мы говорим о русской цивилизации, как минимум тысячелетняя история. Потому что, когда мы говорили вчера о латинской, латиноязычной цивилизации, там несколько тысячелетий. Когда мы говорили о греческой, основном, там тоже несколько тысячелетий. Русская цивилизация в этом отношении самая молодая, потому что мы говорим только о одном тысячелетии. И в этом ее сходство и в то же время отличие. Скажем, если мы можем говорить об эстонской цивилизации, через тысячу лет поговорим. Спасибо. Теперь может быть продолжение. Второй вопрос задам. Пожалуйста. Если позволите. Позволяем. Чтобы лавенство было, то лавенство было. Да, пожалуйста. Может быть третий. Вот, значит, литература слова. Вчера вы, по-моему, не согласились с точкой зрения тех московских ученок, которые предлагали или считают, что украинцев правильнее называть, скажем, южные славяне, а москвичей там и так далее, даже я скажу, южными русскими, точнее. И отсюда вытекает, что всю страну лучше назвать Южная Россия. Почему? Кстати, я эту точку зрения даже разделяю. И помню, лет 20 назад сюда приехал к нам Костя в институте, я тогда был в институте. Одна довольно националистически настроенная такая украинка с Киева. Но это на дело не мешает. Помню, у меня же свои взгляды у нас, свои. Мы с ней гуляли по городу, и я ей случайно сказал, что по существу у украинцев отняли их название русские. И они не протестуют. И вот в этом смысле, как вы думаете, есть ли перспектива вот такого направления, тем более, что в Раде, в Украинской, этот вопрос поднят, они хотели принять такое постановление, переименовать себя обратно в Россию. Правда, Южного там не было направления, а северных русских назвать Москвой, так, по-моему, был проект, по-моему, еще не утвержден. Поможет ли это, вот мой такой вопрос, скажем, в дальнейшем сглажению тех противоречий, которые сегодня есть, в общем-то, между частью, я не говорю, там, народу всего, там, это далеко не так, или есть, там, часть людей настроенных так, другая так, тем более, народ на Украине, он, по существу, половина русскоязычный, но это не значит, что они настроены, как патриоты за свою страну, что мы видим, да, он русский, может, вообще не знает украинский, но он воюет на этой стороне, потому что для него это страна, это его, в общем-то, отечество. Поможет или нет сближению? Вот такое переименование, потому что, ну, грубо говоря, с моей точки зрения, даже немножко обидно должно быть Украинский. Спасибо, спасибо за вопрос. Ну, во-первых, вчера в лекции я не употреблял термин южных славян, потому что это не южные славяны, исторически, это, нет, Малороссия. Всегда в историографии русских историков это всегда была Малороссия, то есть Малая Русь, Большая Русь и Белая Русь. И, собственно, как выстраивался даже герб Российской империи, как вы помните, двуглавый орел, но три короны, которые как раз символизировали собой вот три славянских народа, Восточных славян, то есть вот, да, Малорусы, Великорусы и Белорусы. Это первое. Что касается осмысления, здесь очень важно, опять же-таки, не только историографический спор, то есть спор историков по этому вопросу, сколько историосовский спор. И вот если историки пытаются вот сейчас ухватиться за слово Русь, и то, что оно принадлежало, конечно, в 11-12 веках территории в равной степени как южно-русской, в нашем нынешнем понимании, так и северно-русской, ведь понятие Киевская Русь, мы с вами знаем, что это советские историки придумали. Такого государства Киевская Русь, в общем-то, не существовало. Во всяком случае, оно не осмысливалось никогда таким образом в историографии славянской, то есть в летописях. А было русская земля. Вот понятие русская земля, оно существует на протяжении, по крайней мере, четырех столетий. С принятия христианства и заканчивая, ну, XIV веком эпохой Куликовской битвы, потому что там уже будет немножко другое деление. Почему? Потому что Киев отойдет к польско-литовскому государству, и тогда уже будет историография несколько иная. Вот здесь нужно обратить внимание на, опять же-таки, понятие столицы. Вот когда Олег приходит в Киев по повести временных лет, мы с вами помним, как он говорит, «се буди мать городов русских». Что значит вот это сочетание «мать городов русских»? «Мать городов» — это перевод с греческого «метрополия». «Метрополия» — это и есть «мать городов», в переводе на русский язык, с греческого. Поэтому он говорит «се буди мать городов», то есть это будет «метрополия». Столица там, где находится митрополит. Вот когда митрополит находился в Киеве, митрополия была в Киеве, ну и Киев был столицей вот этой самой русской земли, о которой мы с вами говорили. Почему? Потому что он назначал епископов в различные княжества, и были центростремительные силы, то есть направленные именно на то, чтобы подчиняться Киеву. Монголы-татары разрушили Киев практически до основания плана Карпини, когда в 1245 году едет Западная Европа в Каракарум, ставку Великого Каана Монгольской империи. Он останавливается в Киеве на совсем непродолжительное время, а потом в своих записках пишет, что в Киеве осталось не более 200 домов. Ну сколько это население? Это может быть 10 тысяч. Если мы придумаем, что там по 5-10 человек в доме, то есть около тысячи, может быть, 2 тысячи человек всего-то в Киеве. А когда Батыль брал, этот город был приблизительно 1050-70. Представляете, как был разрушен? София Киевская была восстановлена только при митрополите Петре Могиле, то есть уже в 17 веке. То есть, в общем, Киев разрушен был очень долгое время. И поэтому митрополит Кирилл III, так называемый, или его второй называет, после того, как был поставлен в Киев в 1249 году, он уже возвращается не в Киев, потому что там негде быть. Софии нету, собора не собрать, епископов не принять, никого не принять. Он переезжает во Владимир, поскольку Владимир менее был разрушен. И получается так, что теперь плавно столица из Южной Руси переходит в Северную Русь, или Владимир-Суздальскую Русь. И потом уже, когда митрополит Петр при Иване Калите в 1224 году переносит кафедру из Владимира в Москву, то третьей столицей становится Москва. То есть столица там, где митрополия. Вот и все. Теперь возникает этот вопрос, действительно, вот русский, да, ну вот я вам говорил, что синонимическая пара русский и православный. Если украинцы, вот, ну тут вот понимаете, слово украинец, оно искусственное происхождение. Что здесь понимать? Если русский, мы вам сказали, вчера вам говорили, что это конфессиональное определение. Не национальное, а конфессиональное. Украинцев хотят сделать нацией. То есть это другой совершенно подход. Это другое, как бы, так сказать, осмысление своего собственного бытия. То есть понятно, что украинцы, они тогда будут принадлежать какой вере? Католики, униаты или православные? То есть нужно определиться, да? И все отсюда происходящее. Скажем, тот же, я его вспоминал и вчера, Михаил Грушевский, историк, он же пишет историю Украины-Руси. То есть прекрасно понимал, что Русь нельзя терять. Слово Русь и понятие, концептуальное понятие Русь терять невозможно. И поэтому он пишет историю Украины-Руси. То есть он начинает ее с Руси, потом заканчивает, как раз, так сказать, Украиной. Потому что это тоже исторический процесс. Откуда никуда не уйдешь. То есть история есть история. То есть ее нужно изучать так, так сказать, как она разворачивается. Тут совершенно очевидно. И сейчас возврат. Хорошо, если вот нынешнее, так сказать, население, украинцы будут называть себя Русью, в какое понятие они вкладывают? Точнее, какой смысл они вкладывают в это понятие? Как раз дело литературы поможет... Ну, вопрос, вопрос, там-то все дело, что, понимаете, это получается... Мы же тоже не Русь, а мы русские, да? Так сказать, вот, хотя можем и Московская Русь была, и было, опять же, такие... Западная Русь, и Литовская Русь, и Закарпатская Русь, и Литовская Русь была. То есть ровно точно так же, как существовала Московская Русь, точно так же существовала и Литовская Русь. Да, и тоже, так сказать, православие, кстати, тогда доминировало. Поэтому вот я говорю, что ключевое его понятие, именно как раз вот Русь как православная, потому что митрополита, когда уже ставили веленские правители, так сказать, в Киев, и, правда, подчинялся он уже Константинопольскому патриарху, а не Московскому. Поэтому вот это и произошло, кстати сказать, вот очень важно, произошло и разделение. Вот когда дифференциация произошла, да, когда разделение одного, в общем-то, по сути дела, народа на два народа. Именно потому что Киев отходит под польско-литовское управление, а Владимира-Суздальская Русь уже под эгидой Москвы превращается в первое православное царство, да, уже при Иване IV. Так что здесь мы должны рассматривать как исторический процесс, так и, понятно, вот те смыслы, которые формируются на каждом отдельном историческом участке, да, и понять их, и разобрать. Возврата, мы с вами прекрасно понимаем, что возврата назад, в общем-то, не может быть. Даже в понятийном плане. И еще одно маленькое замечание. Вот я сказал, что, да, три столицы было Киев, Владимир и Москва. Но еще что любопытно, все три столицы, они богородичные столицы. Почему? Потому что в Киеве главный храм был, ну, то, что мы называем Десятиной церкви, на самом деле это Успенский собор, Успенский храм, Успения Пресвятой Богородицы. Во Владимире Центральный собор, Успенский собор. В Москве Центральный собор, Успенский собор. И, скажем, венчание на княжество, а в Москве венчание на царство происходило в Успенском соборе. То есть, опять же таки, Богородица всегда осмысливалась покровительницей, как вот и русской земли, Владимира Суздальской земли и московской земли. То есть, понимаете, это вот то, вот если мы говорим о цивилизации, вот тот подход и осмысление своего места в контексте всей христианской истории. Так что вот если сейчас пытаться с политической точки зрения выстраивать другой понятийный ряд, то на каком основании он будет выстраиваться, этот понятийный ряд? И будут ли другие историки, так сказать, или ученые соглашаться с этим? То есть, понимаете, мы, в общем-то, прекрасно с вами понимаем, что история каждый раз, в общем-то, пишется или перепишется в угоду, или может переписываться в угоду, так сказать, правителям. Но пройдет время, тогда получится новая история. Вот для меня было важно, как-то, ну, может быть, вот в силу этого времени, которое было, и в силу, может, того, что учителя у меня такие замечательные были, но как-то вот взгляд на исторические события, почему-то вот стал у меня восстанавливаться не вот с нынешних позиций, то есть не с сегодняшнего времени заглянуть вовнутрь, а именно попытаться восстановить мировоззрение во древнерусского книжника, потому что у меня большое количество работ как раз именно по мировоззрению, и попытаться оттуда взглянуть уже на последующие события. То есть не отсюда туда, а оттуда сюда. А вот с такой точки зрения, ну, в общем, мне не встречалось. Спасибо. Уважаемый Александр Михайлович, как повлиял староавриенческий раскол на дальнейшие разницы страны и вот до сегодняшнего дня? И в связи с этим, может быть, еще два вопроса. В общем-то, Абакун и Никон были дружны и происходили даже из одного практически соседнего места в Мордовии. С Вашей точки зрения, вот когда произошел этот раскол, на основе чего все-таки? Может быть, есть Ваша точка зрения на этот счет какая-то особенная? И еще один вопрос к этому же, к этой же теме. Вот маническое число 1666 года имеет, скажем, это место или все-таки... Понятно. Понятно. Спасибо, очень хорошие вопросы. Ну, смотрите, ну, тут больше, скажем так, я буду опираться на исследования моих коллег, а не столько на свои собственные, хотя по 17 веку у меня тоже есть любопытные, как мне кажется, наблюдения. Ну, скажем, это в какой-то степени и ответ на Ваш вопрос. Мы с Вами знаем... Начнем с такого, может быть, ну, шуточного, что ли, вопроса. Мы с Вами знаем такую, ну, как, присказку, наверное. Ум за разум зашел. А вот что это значит? Ну, практически никто, не вникая в суть этого вопроса, вообще понимает, ну, это что-то вот, ну, молодежь просто говорит, ну, крыша поехал. Я говорю, ну, понимаете, вот в Древней Руси, я говорю, нет ни одного понятия, вот кроме русский и православный, чтобы два слова обозначало одно понятие. Значит, ум и разум — это разные совершенно вещи. И когда, опять же, таки студентам-филологам я задаю вопрос, я говорю, а скажите, а какое слово первично, а какое вторично? Вот тут же чутье подсказывает, что ум, поскольку там разум, значит, ум все-таки первичен. Я говорю, правильно, абсолютно верно. Так вот, вот представление древнерусских книжников. Человек сотворен по образу и подобию Бога, и образ Божьего человека — его душа. Душа трехчасная, как трехипостасен Бог. И, скажем, в замечательной повести о Петре и Февронии, Ерамолай и Ераз в предисловии как раз это и объясняет. Что, говорит, Господь сотворил человека, сделал ее умным. Ум соответствует Богу Отцу. Словесным — Иисус Христос, это воплощенное слово. И духовным. Дух соответствует Святому Духу. Значит, ум, слово и дух. Вот из чего состоит душа. Но ум, говорит, начальствует. То есть это ум очень духовное. И спрашивается, а где находится ум? Вот тут трудно сказать. Там, где находится душа? А где находится душа? По средневековым представлениям сердца. Значит, ум находится вот здесь. Это очень духовно. А что здесь? А здесь разум. Разум — это то же самое, что наш нынешний интеллект. То есть человек рождается умным, а потом в течение жизни напитывается разумом. И вот когда ум зашел за разумом, то есть вот когда на первом месте стоял ум, то есть духовная сущность, а потом становится разумным. В 40-е годы 17 века. И вот видите, я плавно подхожу к вашему ответу на ваш вопрос. Почему? Потому что происходит рационализация сознания. По сути дела, вот эта рационализация или обмерщение сознания, то есть когда уже рацию или рассудок выходит на первое место, появляется очень много всяких разных явлений в общественной жизни. И в том числе церковный раскол. Почему? Потому что что должно стоять на первом месте? Форма или содержание? Понимаете? И начинается все это с книжной справы, то есть перевода книг. Когда, опять же таки, включается рацию, когда посмотрели, что русские рукописные книги, которые сохранились, они отличаются от тех уже печатных книг, которые появляются в Византийской церкви в более поздний период. Но насколько им можно доверять? Потому что они-то напечатаны уже теперь не в Греции, они написаны в Италии. Мало кто, в общем-то, знает, что Константин XI буквально за несколько недель до взятия Константинополя в 1453 году отправляет все книги из Константинополя, Софийской библиотеки, как раз в Италию. Потому что он прекрасно понимал, сохраним книги, сохраним культуру. Почему греки потом будут ездить в Италию с тем, чтобы получить хорошее образование? Ну, скажем, тот же самый Максим Грек, который приезжает на Русь в XVI веке, как раз на книжной справа. Но это было чуть-чуть раньше. Так вот, раскол, о котором вы спрашиваете, он носил первоначально чисто формальные признаки. Почему? Потому что патриарх Никон действительно к его поставлению патриарху и руку приложил в том числе и протопоп Авакум, и Иван Неронов, который был настоятелем Благовещенского собора Московского Кремля, и другие, в общем-то, лидеры будущего старообрядчества, подсказали московскому царю, вот указали на Никона, что, дескать, вот он может вполне справиться с этой миссией патриарха. И что делает патриарх Никон? Значит, значение его реформы, как ни странно, я ощутил на Кипре во время поездки. Потому что тоже для меня, как исследователя, было, может быть, не совсем понятно. Но как же так? Так сказать, было огромное количество сон русских святых, да, разве они неправедники? Почему нужно было все это изменить? И, собственно, когда стал я изучать вот эту теорию Москва-Тритий Рим, а потом Москва-Новый Иерусалим, а Москва-Новый Иерусалим это как раз вот доктрина патриарха Никона, тут-то и выяснилось очень важное одно обстоятельство. Когда уже при Борисе Годунове стал вопрос об открытии патриаршества в Москве, то русские сделали заявку на, так сказать, на Всемирный Православный Собор, ну, там, собственно, было четыре патриарха, да, Константинопольская, Антиикийский, Невеникийский и Иерусалимский, вот чтобы решить вопрос об открытии пятой патриархии. Русские попросили, чтобы московскую патриархию назвали третьей, да, то есть Москва-Тритий Рим, и тут сказать, вот, так сказать, Москва нет, вот в историческом порядке, как они были, то есть вы будете после Иерусалимской епархии, то есть пятой будете. Но тенденция, вот, так сказать, вот была совершенно очевидна, то есть есть и политический некий подоплека, я это тоже хочу сказать, почему? Потому что первоначально теория Москва-Тритий Рим возникала как эсхатологическая, то есть она выходила из православного сознания, но потом она превращается, в общем-то, уже и политическую теорию. Москва-Тритий Рим, собственно, самая сильная, самая богатая патриархия, оказывается московская. И ключевая роль во второй половине 17 века, она играет именно во всем православном мире. И все патриархи, особенно как раз константинопольские, приезжают за милостыней, так называемой, именно к московскому государю. Не важно, как он был, там, Алексей Михайлович, Михаил Федорович и так далее, неважно, они все здесь окормлялись. И получается так, что роль московской патриархии первенствующая, но служба, оказывается, отличается от служб и греческой, то есть константинопольской патриархии, и от антиохийской на арабском языке, и так далее, и так далее. И вот что делает, это, в общем-то, можно сказать так, как гений политического такого масштаба. Извините, что я такими категориями говорю о патриархии. Почему? Потому что он делает службу в унисон греческой службы и арабской службы. И вот когда мы были на Кипре, там такая научная конференция у нас там была, и когда мы попали на службу сначала в греческий храм, а хор был в том числе и русский, и когда они пели в унисон греки на греческом языке, русский хор на церковно-славянском языке, и получилась единая служба. А потом мы переместились в Лимассоль, и там было антиохийское подворье. И когда в унисон арабы пели, так сказать, и русский церковно-славянский, опять же таки в унисон, я тогда понял, что сделал патриарх Никон. То есть вот он славянскую службу сделал такой же универсальной, как было и в этих церквях уже в середине 17 века. Старообрядцы или староверы с этим не согласились. Почему? Потому что они ревнители старого благочестия. Вот они, так сказать, не нами положено, не нам не изменять. Все это. И, собственно, два собора 1661 года и 1666 года, они как раз были посвящены именно вот этим вопросам, и в том числе и личности, тут уже я говорю, вот личности самого патриарха Никона. Есть ли какой-то вот смысл 1666? Ну, мы с вами знаем, что летоисчисление велось от сотворения мира. Это только Петр Первый уже перевел от Рождества Христова. И вот здесь тоже можно задать такой вопрос. Какой год на Руси длился целых 16 месяцев? Это 1699, потому что новолетие было с 1 сентября, а потом уже с 1 января. И вот 99 год он длился 16 месяцев. Так вот, тогда еще не наблюдали это. 1666. И так вот явно она, так сказать, не приглядывалась, как у нас. Сейчас это можно посмотреть. Патриарх Никон был еще и осужден за то, что он оставил добровольно патриарший престол, за то, что он создал Новый Иерусалимский монастырь под Москвой на Истре, и удалился туда, и назвал себя Новый Иерусалимским архимандритом или игуменом. И ему тоже постояли в вину, потому что Новый Иерусалим – это, в принципе, тот Иерусалим, который на небесах. То есть Иерусалим один, земной Иерусалим. Это понятно, это святые места. Повторить его, в общем-то, невозможно. Хотя топография Новый Иерусалимского монастыря под Москвой, она, в общем-то, напоминает топографию Иерусалима. И ему поставили в вину, потому что, кто такой Новый Иерусалимский игумен? Это сам Спаситель, да, а ты назвал себя. То есть вот на соборе 1666 года это было поставлено в вину. Что касается нынешнего положения, все запреты, все запрещения были сняты. То есть сейчас и старообрядцы, и, так сказать, и никониане, они считаются сёстринскими церквями, то есть один ствол, две ветви. И сейчас нет никакого запрета в служении друг другу в храмах. То есть это получилось вот объединение, спустя такое длительное время произошло объединение. В Расколе нет, нет. Там можно, конечно, попытаться найти теорию заговора, но нету. Там ещё какие-то черты протестантизма, может быть, так сказать, где-то, ну это более позднее время. А вот тогда в 17 веке нет. Спасибо. Можно ли сейчас провести какое-то договорение между старообрядцами и пуританами? И кому? Пуританами. Ну нет, это самый разный, это разный подход совершенно. Там же ведь у старообрядцев, староверов, это прежде всего стояние в вере, то есть там религиозный вопрос выходит на первое место. И соблюдение вот тех вот устоев жизни, которые были у предков. Вот и по форме, и по букве, то, что называется. То есть по форме и по духу. А пуритания, это нынешнее, так сказать, вот течение, самоограничение, там, или уже основано на какой-то определённой морали. То есть это немножко, скажем, то религиозное, а это общественное. То есть вот насколько они отличаются, что вот... Некоторые выводили этические параллели и в манифесте Коммунистической партии, и в моральном кодексе строителя коммунизма. Я никогда не был коммунистом, поэтому я могу об этом смело, так сказать, говорить. Но если проследить, он говорит, ну как же, ну там же там вот 10 заповедей, они же вот тут вот отражаются, то есть как в форме. Ну, вы понимаете, это всё за уши притянуто. Александр Михайлович, это маленький вопрос, связанный. Может быть, с местом, где вы родились, в городе Щерсево. Моя супруга, она рядышком в городе Новоземка. О, да. Ну, в царское время это всё Украина было. Да, Гомельская область, да? Да, сейчас Брянская. Сейчас Брянская, да. Город Новоземков, я помню, когда к ней много лет назад приезжал, он считался одним из центров старого рядачества. Вот как в настоящее время, он остаётся таким центром, ценимым в России, или уже потерялся свои лампы? Вот нынешний момент я не могу вам сказать, потому что давно не был в тех краях, но когда я был ещё студентом, и мы ездили в археографические экспедиции по стареобрядцам, то вот Ветка и Новоземка, это, в общем-то, рядом, это действительно был центр стареобрядчества, очень сильный. И там сохранялись не только устой, но и старопечатные книги. И это была, вот, Ветковская, Новоземковская, стареобрядческая община, очень сильный в советское время, повторяю, это 70-е годы. То есть, я думаю, что что-то сохранилось и до сих пор. Но, повторяю, сейчас я не могу сказать, потому что давно в тех краях не было. У них ведь была и своя типография, вот, на Ветке, в Новоземкове, и это было очень авторитетное издание, во всяком случае, когда мы, ну, скажем, это была экспедиция МГУ, Ирина Васильевна Поздеева её возглавляла, и вот многие книги из этих экспедиций, ну, не только туда, скажем, вот мы были на Южном Урале, там, в Северном Казахстане, и вот многие книги сейчас хранятся в библиотеке МГУ. И когда, ну, так сказать, это был обменный фонд, когда мы, скажем, старообрядцам там на Урале предлагали, ну, скажем, за апостол, старопечатный там Ивана Фёдорова, вот апостол Ветк, они с удовольствием менялись. Почему? Потому что для них это было очень авторитетное издание. Понимаете? Так что это действительно такая очень сильная, мощная, с большими традициями старообрядческая община. Да, пожалуйста. Предлагаю вновь немножко в более ближнее время советское повод. В начале 90-х годов в Москве состоялся первый сервис российской интеллигенции. Я был тоже куда-то приглашен, там выступил с небольшим докладом, и говорил я про свой личный повод. Несколько лет, год-два до этого, я жениться на Альтернке, из Еревана, и мы много ездили туда-сюда, в Сталина, в Ереван, в Северной Альтале, обычно через Москву, останавливаясь в Москве. И вот в ходе этих путешествий я сделал такое наблюдение, что каждый народ живет в своем историческом мире. Когда этот народ попадает под чужую власть, его историческое время расстанавливается. А когда он снова освобождается, он не продолжает свою историю с того момента, где он оказался под чужую власть, а он возвращается в тот момент, где он был, когда его захотели. Я приводил пример из Средней Азии, приводил пример, рассказываю я Даниэля по поводу армянских и азербайджанских отношений, приводил пример про эстонцев, которые как будто упали обратно в 1940 год, но поскольку история их государства была только 20 лет до этого, то где-то внутренне, наверное, даже в 13 веке скорее. А вот про русских я сказал, что как-то рано, еще непонятно, потому что во всех остальных странах произошла такая национально-освободительная революция. А только в России произошла демократическая. Что вот большая страна, что она требует больше времени, чтобы понять, куда она идет. Вот остановится она теперь на этих демократических позициях. или вернется назад в свое историческое время. Ну, теперь уже понятно, что вернулась в Россию в свое историческое время. И вопрос мой в связи с этим такой. Вот как вам кажется, как мы в этом контексте будем оценивать советскую эпоху? Она длилась не тысячу лет. Она длилась только семьдесят. Но она как-то очень плохо сочетается с русской цивилизацией. Мне даже смешно слушать хвалы Иосифу Сталину со стороны православных людей. Не надо ли говорить все-таки об отдельной советской цивилизации и дальше по профессиональности? А что делать с русской литературой в советском периоде? Как ее характеризовать? И третий вопрос такой уже личный. Мне как писатель просто интересно. Вот мы с вами одного академия. Я помню свою жизнь в течение советских лет. Был я тогда на школе диссидентский. И даже когда учился в Москве имел этот прозвищу диссидент. А вот вы тоже чувствовали себя диссидентом в этот прозвищу таким внутренним иммигрантом. Как я понимаю, вы были уже тогда верующие и уже тогда занимались русской цивилизацией. Не чувствовали себя вы так, что и Россия? Да, очень хорошие, сложные вопросы. Но за две минуты, так сказать, не ответишь на все это. Начну, можно сказать, с 7-минутного момента. Вот всегда езжу в поездки, с камерой снимаю. Сегодня мы тоже подходили, снимали. Но сегодня как резко похолодало. И вдруг раз, камера отказалась выключаться. Ну, я искусственно прекратил съемку. И она мне выдает восстановить последний кадр или вернуться к предыдущему. Это ваш же самый вопрос. То есть вот последний кадр, который плохо получилось. Или все-таки в историческом плане вернуться к предыдущему кадру и продолжить дальше съемку. Понимаете, умная камера стоит уже эти же самые вопросы. Умная камера. И вот тут действительно, вот как нам относиться к этому советскому периоду. Это советская цивилизация или нет? И русская цивилизация, насколько она была искажена, скажем, этим периодом. Если говорить в историческом плане, это неудавшийся эксперимент Мичурина. Когда на ствол груши попытался привить ветку виноградную или яблоневую, как угодно. И что из этого получилось? Если говорить в историческом плане, конечно же, эта прививка была чужда русскому народу. Ульянов Ленин прекрасно понимал, что такое вера для русского народа. Потому что за веру и на Куликовской битве шли русские, да, и с монголо-татарами боролись, за веру и войну 1812 года шли, и за веру царя Отечества и 1914 году, Первая мировая война, и так далее, и так далее. Вера для русского человека — это воздух, без которого он жить не может. Значит, вот этот эксперимент принесения Запада вот этой идеологии, потому что я пришел к выводу, что Русь и Россия строилась верой, а разрушалась идеологией. И вот получается так, что вот в 20 веке эта попытка разрушить Россию, вот ту самую русскую цивилизацию, с помощью этой идеологии. Ульянов Ленин прекрасно понимал, что нужно искоренить веру, чтобы это пространство сознания заменить идеологией. Понимаете? Какой? Коммунистической идеологией. В принципе, это тоже была вера, но определенного какого-то небольшого количества людей. Сколько у нас было? 267 миллионов, да, по-моему, в Советском Союзе коммунистов. Из них было то ли 11,5, то ли 12,5 миллионов. Ну, несопоставимые, да, так сказать, по количеству. Но тем не менее, идеологию они свою развязали. Или навязали, так сказать, меньшинство, большинство. Что касается, да, и вот как относиться к этому периоду. Это история. Значит, его нужно учитывать. Нужно правильно осмыслить этот период. Я попытался сейчас в двух, да, минутном таком вот своем разборе попытаться это сделать. Понимаете, меня интересуют смыслы. Вот в текстах, в культуре. Не просто факты, а как можно объяснить тот или иной факт. То есть меня интересуют смыслы. Чем вот гуманитарии от естественников и отличаются. Потому что те собирают факты, анализируют, так сказать, какую-то стройную систему, а гуманитария все-таки пытается определить смысл. Так вот, смысл того, что вот произошло, вот как для меня, это опять же-таки подчеркиваю на то, для того, что нужно идти своим историческим путем. Не нужно не брать ни с запада, так сказать, ни с востока. А вот у каждого народа, я это хочу подчеркнуть, свой путь, определенный свыше. Да, древнерусский летописец всегда понимал, что история, а он православный человек был, это монахи, что история, это и есть разворачивание божественного промысла о народе до страшного суда. Знаете, очень просто и понятно. Божественный промысел, который существует о народе. В 20 веке попытались искусственно его заменить. Эксперимент, так сказать, мы уже знаем результаты эксперимента. Что касается, что касается вот меня лично. Знаете, я всегда благодарен, вот в Евангелии сказано, поминайте, учителей ваших. Вот я все время поминаю, добрым словом, что когда я был, еще, по-моему, в девятом классе, к нам в школу, пришел профессор Павла Павла Павловича Хрименко. И так рассказал слово полку Игоря, что я заболел древнерусской литературой. Вот в девятом классе. Вот с того периода болезнь не проходит до сих пор. Понимаете? И потом, я захотел с ним познакомиться, мне посчастливилось это. И какой-то определенный период времени, когда я уже был студентом, он меня, то что называется, накормлял. И он тогда мне сказал, знаешь, Саша, говорит, не лезь в политику никогда, потому что я так думал, журналистика, там еще что. Он говорит, вот занимайся своей древнерусской литературой. Поэтому я в девятом классе поселился в древнюю Русь, я живу до сих пор там. Поэтому по отношению к тому, так сказать, строю, тому общество, которое было, это была другая совершенно позиция. Понимаете? Диссидентом я себе не назову, но я прекрасно осознавал, что это есть. Моя бабушка была глубоко верующим человеком. И, скажем так, икону в нашей семье они всегда были. В советское время тоже. Их никто не прятал, так сказать, не все это прекрасно было. Это было не показушное, так сказать, потому что это должно быть. А в семье и так далее. Более того, я могу сказать, и это тоже, наверное, повлияло на меня нынешнего, что в семь лет я исцелился у мощей святителя Феодосии Черниговского. Я об этом много раз говорил, даже телевизионное интервью есть по этому поводу. Ну, там было довольно-таки серьезные диагнозы. Я как-то недавно в описку увидел, там элицероз печени или же гепатит С, то есть одно другого, так сказать, вот не лучше, это семилетнего ребенка. И исцелился я в одночасье. Понимаете? И потом уже узнал, что Феодосий, святитель Феодосий Черниговский, покровитель учащихся и учащих. И вот получилось так. А я очень хотел пойти в школу, меня, естественно, не пускали, потому что у меня температура была 40-41. Ее даже антибиотиками не могли сбить в течение полутора, там, двух месяцев. Понимаете? То есть о какой школе могла быть речь? Ну, очень хотел. Да, и по вере ваше это будет вам, так сказать. Вот исцеление, в одночасье, повторяю, был у Мащея, приложился к ним, в этом монастыре, был женский монастырь, в Чернигове. Что самое потрясающее, это был 62-й год, это было воскресенье, в понедельник этот монастырь закрыли. Это хрущевское время. Понимаете? И вообще, так сказать, вот чудо последнее, которое произошло в этом монастыре, это было вот исцеление Отрока Александра. Понимаете? То есть вот вообще промыслительное. И я, да, с такой температурой я не мог спать. И после этого я лежал в больнице областной Черниговской, вернулись в больнице, я уснул на сутки. Сутки проспал, потом меня не будили, и потом главврач приходит, и у мамы спрашивает, вы где были? Потому что мама под расписку меня забирала, чтобы в монастырь, потому что ночь переночевали в монастыре. он спрашивает, у Феодосия Черниговского, мама говорит, да, ну тогда можно выписывать. Видимо, это не первый случай. Понимаете? Но это тоже определило какой-то вектор, так сказать, моего мировоззрения, развития, так сказать, отношения к этому самому. Понимаете? Поэтому, скажем, ну это вот тот, может быть, даже уникальный такой вот случай, и типичный случай, да, который определил мое отношение. Ну что ж, ну вот там вот что-то вот есть на основе всегда, да, но есть, есть определенная духовная основа, которую изменить нельзя. Я вспомнил Роман Золя, Люрф. Да. А вот все-таки насчет советской литературы. Да, насчет советской литературы. Ну если мы посмотрим на шестидесятников, вот то духовное начало, которое было в классической литературе, да, они, может быть, не все знали Евангелие, да, но они знали русскую классическую литературу, в которой Евангелие отразилось. Понимаете? То есть это есть прямое влияние, а есть опосредственное влияние. Это то, что вот мы вот говорили, так сказать, православная или неправославная культура. В принципе, они в лучших традициях русской классической литературы, а это тогда опосредование будет духовное начало. То есть, у прозы деревенщиков, она такая. Понимаете? Так что это, 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 как мне кажется, это все сохранилось, потому что вот русский человек, ну, он всегда тянется к духовному, ему материально не столь важно, сколько именно духовное. И у деревенщиков, я полагаю, ну, у прозы Распутина, давайте возьмем, так сказать, она же вся проникнута в Евангелие. То есть, ну, ну, никуда отсюда гиняться, а он, так сказать, вот лучший представитель этого направления. Так что... раз хотел спросить у вас, кого бы вы назвали, кто бы из русских писателей 70-х, 80-х годов был бы достойен Нобелевской премии? Распутин. Распутин. Конечно. 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 Спасибо. Пожалуйста, кто желает продолжить нашу беседу. Вот, может быть, я задам тоже вопрос. Так, конечно. Имею я на это право, да? Имеете. Вы знаете, вот меня вот интересует, скажем так, экономическая составляющая того времени, когда возникло понятие Русь между Русским морем и Варяжским морем. Из Варяг в Греки вот этот знаменитый путь. И вот, когда об этом пути говорят, то почему-то как-то вот то ли стыдливо умалчивают, да? То ли как-то не знают, что было главным предметом торговли того времени. А ведь основным предметом торговли были рабы. Так ведь? И варяги по пути следования они собирали рабов и вот степняков, которые были там на Волге. И в последующем очень хорошо сотрудничали с татарами, которые, да? Вот этот момент как-то был отражен вот в исторических каких-то документах, в литературе или нет? Или это вот только вот мы с вами можем догадываться, какой масштаб имела вот эта вот экономика? Впрямую нет, а посредственно да. Скажем, если мы исторически если рассмотрим, когда был хазарский каганат и Святослав так сказать разрушил его, то действительно работорговля была и в общем-то процветала. И это с одной стороны, с другой стороны и большую дань русская земля выплачивала хазарскому каганату. Очень большую дань. И об этом в повести временных лет говорится прямо. Если берем более позднее время, на месте хазарского каганата уже полокцы появляются, опять же такие набеги и абсолютно вы правы, прежде всего славян и славянок брали в плен и затем продавали. Собственно поход Владимира Мономаха 1111 года весной он был этим и обусловлен. Владимир Мономах тогда еще не был великим князем киевским, через два года он станет, но он говорит, что смерть будет пахать, придет половец застрелит смерда, возьмет его жену детей в плен и потом продаст куда-нибудь на юг. прямым текстом он об этом говорит. Поэтому столкновения с половцами носили действительно масштабный характер и защита Руси от половецких набегов была. Если берем более поздний период, уже появляются крымские татары, набеги крымских татар, то же самое, в плен брали славян и продавали туркам. Турки охотно покупали, особенно мальчиков, поскольку из них они выращивали хороших воинов янычар. И вот скажем, Нестор Искандер, который принимал участие в взятии Константинополя в 1453 году, он как раз из тех детей, которые были проданы в рабство туркам, он знал и турецкий язык, и славянский, и написал потом повесть Нестора Искандера о взятии Константинополя турками. Так что если мы посмотрим на такой период в 5 столетий получается, то тут абсолютно точно, что мы можем наблюдать именно то, что брали в плен, в рабство и продавали. Так что я могу только подтвердить свидетельство в источниках еще один вопрос. Какие литературные произведения, литературные памятники наиболее ярко характеризуют период церковного раскола? Вообще мне, вы знаете, я бывал в Ново-Иерусалимском монастыре, и меня всегда изумляла вот та фантазия, с которой Никон превращал эту землю в Новый Иерусалим, когда реку Истра он передоминовал Вердан, когда там была Графион, когда вот и карта даже там можно посмотреть, что карта вот этих мест, это чисто Иерусалим. Вот это как-то где-то было в литературных памятниках, или может быть даже в современных каких-то произведениях это отражено? Ну вот первое, что я могу сказать, порадоваться, и можете порадоваться вместе со мной, вместе с нами, наконец-то Новый Иерусалимский монастырь отреставрирован. Да, он красивый очень. Да, полностью. Вот в ноябре месяце полностью закончилась реставрация этого монастыря. Медведев курировал реставрацию, она продолжалась более, по-моему, пяти или семи лет, и, конечно, бухали туда денег очень много, но то, что сейчас открылось, я вам скажу, что это, конечно, седьмое чудо света. Так что будет возможность побывать, непременно побывать. Будет Москва обязательно съездить. Да, обязательно нужно съездить, потому что это красота дивная. То есть, то, что он задумал. Ведь, друзья мои, дело все в том, что Никон-то начал, но он не завершил работу. И, собственно, этот вот Новый Иерусалимский монастырь до конца никогда не был, вот как вот задумал Никон, доведен до логического. И вот только сейчас по чертежам, которые там были найдены, то есть уже теперь доведено до логического конца, именно так, как вот патриарх Никон его запланировал. Это первое. Что касается самых ярких сочинений временного раскола. Но, прежде всего, конечно же, это три авторские редакции «Жития» Протопопа Вакума. И тут же рядышком я могу поставить «Житие Епифания», его духовного наставника. Вместе в коробе они сидели, и «Житие Епифания», оно тоже очень интересно. Затем слова по учению и наставлению, как самого Протопопа Вакума, там их, по-моему, 47 сохранилось. Вообще, он такой плодовитый был, хотя написать стал поздно, уже после 40 лет. То есть, вот этих писем и посланий сохранилось взрядное количество и несколько его таких богословских трактатов. Ну, плюс вот других апологетов старое обрядчество тоже сочинение сохранилось. Касательно художественных произведений нашего времени. Ну, я могу сказать или назвать исторический исторический роман, он так и называется Никон Владислава Бахребского. И даже фильм был многосерийный издан, Раскол он назывался, фильм снят, не издан, так сказать, снят. Раскол пошел на центральное телевидение у нас. Так что в художественной литературе не совсем может быть нынешнего времени. Первое издание Никона это было, по-моему, или 1987 год. Это уже период перестройки, поскольку там уже впервые в этом романе Бог пишется с большой буквой. В советское время, как вы знаете, все это писалось с маленькой буквы. Так что уже осмысление этих событий в художественной литературе есть. Ну, конечно, если брать исследования, то довольно-таки много в последнее время исследований по старообрядчеству, особенно в Иговской школе, на Выге старообрядческой опубликовано большое количество памятников, и конференции проходят, Пушкинский дом этим занимается, наш исторический музей этим занимается, московский, и вот, ну, в общем, вот те памятники, которые были обнаружены в библиотеке литературы Древней Руси, 20-тонной, они занимают вот последние тома, то есть, вот, там, где-то 18-й, 19-й, все это опубликовано, так что, и вот в 20-м тоже частично это будет, так что, в принципе, сейчас эта тема довольно-таки широко освещается. Хорошо, спасибо. У меня еще, знаете, есть не вопрос, а предложение, при этом я хочу сказать, что вот меня, чем поражает Александр Николаевич, он совершенно не так, как мы, читает литературные произведения, он читает их между строк, и между этих строк находит скрытый или внутренний смысл этих произведений, причем настолько иногда оригинально, что я хочу его попросить, чтобы он рассказал о внутреннем смысле и внутренних тайнах такого известного произведения, как сказка Колобок. С удовольствием. Давайте вот, послушаем. Действительно, как-то, ну вот так вот произошло не по моей воле. На телеканале культуры есть передача «Правила жизни». Мы как-то комментировали домострой, известный памятник 16 века, и вдруг, причем, по-моему, 15 или 16 бесед было по домострою, и вдруг меня спрашивают, Александр Николаевич, а не могли бы вы смыслы сказок? Потому что вот, ну понятно, что в сказках какой-то есть удивительный смысл, русские сказки народные. Я говорю, ну давайте попытаемся. Ну вот начали мы с курочкой рябы, потом вот вторая Колобок была. Ну вот давайте попытаемся рассмотреть его. Мы должны учесть, помните, замечание Пушкина, сказка ложь давней намек, добрым молодцам урок. Значит, сказка приуготавливает вот маленького человека к его жизненному пути. То есть дает какие-то определенные уже наставления и ориентации и так далее. Ну вот Колобок. Смотрите, детка обращается, жили-были дед и папа, как всегда, с чего начинается, то есть прародители. И вот дед просит свою супругу, любимую, а не могла бы ты мне испечь Колобок? Что такое Колобок? Смотрите, он просит не хлеб, а Колобок. Ну это кругленькое, да, это что-то можно сказать, ну вот, как бы, так сказать, на десерт, да, вот булочка там какая-то, там, или пирожок, там, или что-то в этом роде. Ну это вот кругленький такой хлебушек из белой муки, пшеничной муки. И скорее всего, что это конец весны, уже запасов никаких нет, и, ну, может быть, нынешняя хозяевка ответила, да не еще мне тебе делать, да? А смотрите, она поступает по домострою, то есть, муж попросил, значит, жена должна подчиняться, но, правда, не знает, из чего испечь. Он говорит, ну, ты по сусекам поскреби, по амбару помети, ну и вот найдешь. Смотрите, она выполняет, она любит свою супругу, значит, она, во-первых, выполняет его просьбу, помела, поскребла, набрала. Но это же будет невкусно. Поэтому, смотрите, она добавляет туда еще и сметанки от любви, да, чтобы этот колобок на славу получился. Испекла колобок, румяный, замечательный, но его же не будешь употреблять, сразу положила на окошко. Вот, если мы говорим, да, о деде и бабе, это кто такой? Ну, они, в общем-то, творцы. То есть, они создали нечто, которое должно послужить им. То точно так же, как Бог создал человека, человек должен служить ему, каждым даром, который есть у каждого человека. Потому что у каждого человека есть свой талант. И вот, колобок лежит на подоконнике, ему стало скучно. Вот это замечательное слово, которое никто не замечает в этой сказке, скучно. Потому что, любой греховный поступок человека начинается как раз от скуки, от безделья. Потому что, если заняты мысли, если есть какое-то дело, грешить не будешь. А тут вот скучно стало. И полежал, полежал и покатился. Ну, мы же с вами знаем, что катиться можно только по наклонной. Знаете, опять же, такой образ. Покатился по наклонной. И куда направляется эта дорожка? К лесу. А в Древней Руси лес это средоточие различных страстей. Потому что там и лешие, там и баба вегает, там чего-то тут как вот нету. Да, и покатился по наклонной. Катится, катится, ну, вот как путь молодого человека. С чего он начинается? Ребенка. Со страхов. Он, в первую очередь, сталкивается со страхами. А кто олицетворяет страхи? Трусишка, зайка серенький. Да, вот появляется зайка. Колобок, колобок, я тебе съем. И смотрите, что колобок. Какую песенку? Он говорит, не я ж меня, я тебе лучше песенку спою. Какую? Я колобок, колобок по сусекам скобен, по амбарам метен, на сметанке мешан, в печке печен. А где дедушка и бабушка? Нет. Колобок сам по себе. Это вот человек, да, который уже осознает свое собственное я, но совершенно забывает о творце, который его создан. То есть, человек, который отправляется в свой самостоятельный путь. и забывая о своем предназначении. Дальше покатился. Говорит, от дедушки ушел, от бабушки ушел, гордится этим. Да? То есть, ушел от своего, от своих творцов. И покатился дальше. Должна была, по идее, появиться лиса. А появляется волк, а почему-то не лиса. Это тоже не случайно. В русских сказках ничего случайного не бывает. Значит, появляется волк. А что такое волк? Волк это агрессия. Да? И опять же таки, колобок, колобок, я тебя съем. Он опять поет свою песенку. Опять же таки, я на первом месте. Эгоцентризм, как у любого человека. Да? От зайца ушел, и от тебя уйду. А, от детки бабки ушел, так сказать, и от тебя уйду. Покатился дальше. Дальше кто идет? Медведь. Медведь это сила, медведь это власть. То есть, вот смотрите, по нарастающей. Да? Страх, агрессия, сила и власть. То есть, вот как человек, вот движется, с чем он по жизни встречается. Ну, и в общем-то, и от медведя то, что. А вот тут появляется лисичка. А что такая лисичка? Это не просто хитрость. Это прелестница. Прелесть. Прелесть это обман. Кто самый главный прелестник? Антипод бога. Дьявол. Да? Так сказать, вот она прелестница. Она его прельщает. Ах, колобок, какой ты красивенький, какой ты румяненький, да какая у тебя песенка замечательная. Да? Плохо слышу, сядь поближе, на носик, да? И получается так, что смотрите, у колобка есть предназначение, он должен был съеден. То есть, он должен положить, послужить, опять же, тем талантом, которым, так сказать, у него есть, или сущностью, которая у него есть, кому? Творцу. А послужил кому? Антиподу творца. Потому что его съели, его предназначение. Но съели не дедушка и бабушка, а лисица. То есть, главный прелестник. Вот вам, пожалуйста, это путь человека по жизни. То есть, вот когда мы вчера говорили, я обратил внимание, что в русской классической литературе 19 века показан путь человека или к Богу, или от Бога. Вот сказка «Колобок», она тоже самое показывает. Колобок со своей самостоятельностью, самостью, как она проявляется, ну и какой финал. Это имеет какое-то значение то, что колобок идеальной формы и из идеальных материалов? Ну, может, материальные совсем идеальные, да? Максимум, что можно было? Максимум, да. Вот, насчет формы, да. То есть, вот человек всегда, понимаете, человек – это образы подобия Бога, он идеален. Число, ну вот, если мы нумерацию возьмем, потому что мы знаем тоже символику цифр, человек – Адам, число 7, и мир должен постоять 7 тысяч лет, и мир за 7 дней сотворен, и так далее, и так далее. То есть, это действительно идеал, но идеал, который повредился своей самостью, и поэтому уходит от творца и оказывается съеденным лисичкой. Александр Николаевич, вот маленький вопрос, еще один возник. Вы сейчас работаете в научно-исследовательском институте, это там, по-моему, в конце культуры стоит. Культурного и природного наследия имени Лихачева. Я приезжаю в Санкт-Петербург, вот висит большой плакат, на нем написано слово «паркинг». Вы уже поняли, что я хочу спросить. Скажем, когда я работал в институте, все-таки Эстония больше защищает свой язык, то есть чистоту, чем Россия. Идет защита, скажем, деклона у меня в институте, и там у нас приязычный студент, эстонец, он там рассказывает содержание, используя слово «маркетинг». Рядом сидит мой хороший приятель, кандидат наук, он настаёт, а ты скажи, как это по-эстонски, по-эстонски защита. И студент стоит, он использовал это выражение. Это просто уровень, то есть такой защиты. У нас в Талинске культурное висел паркинг, да, я должен разбираться в голове, от парковки это, может, еще как-то сказать. Вопрос у меня такой, вот, ваш институт культуры не ставил такую задачу, что, скажем, подправлять депутатов, они тоже говорят, менеджмент, драйвер, вот, если их послушать, я думаю, вы же депутаты, вы что, не можете по-русски сказать, там, руководители и прочее, почему вы не любите свой язык? Помните, как в Женетьбе Гоголя, образованность свою показать хотят, то есть, они знают английские слова. То есть, вы свадьбочек, правильно, правильно, понимаете, и, к сожалению, вот этот, ну, как бы это сказать, ну, это влияние, этот вал, наверное, на Станчиной появляется как раз в 90-е годы, вот, во время перестройки, после перестройки в 90-е годы, когда стали уезжать за границу и подчеркнуть полученное образование за границей, стали, особенно у нас, много употреблять англоязычных слов, заменяя русские слова, потому что эквиваленты были. И, особенно при Лужкове, в Москве огромное количество, конечно, было и вывесок на английском языке и так далее. Сейчас, слава Богу, тенденция изменилась, коренным образом. Во-первых, в Москве уже вы не найдете перетяжек всяких разных с рекламой, то есть улицы очистились от этой зарубежной рекламы и этих иностранных слов. Самсунг уже на Пушкинской площади, так сказать, не висит огромными шинными буквами, там, забивая все на свете. Понимаете, это, скажем так, свойственно, опять же таки, любому человеку. Зрелый человек так говорить не будет, молодежь так будет говорить. Почему? Потому что не только еще не устоявшееся мировоззрение, да, но действительно хватает, нахватывает из разных культур, из разных, так сказать, сфер свои знания. И с одной стороны, с другой стороны язык компьютера и компьютерных программ. Он английский язык. И для молодежи, которая просиживает огромное количество времени в компьютерах, понятно, что этот язык становится чуть ли не родным. Во всяком случае, вторым языком это однозначно. И компьютерная терминология автоматически переносится в их общение, сначала в корпоративном общении, те, кто сидит в блогах языком этого общения, а потом переносится и в сферу бытийную, то есть вот в жизни. И вот получается такое влияние средство массовой информации на речь и депутатов, и студентов и так далее. Вот зачем нужна русская литература? Потому что она очищает. Александр Николаевич, недавно русско-экономическое общество издало такую маленькую книжечку, которая называется «Русский след восстановления и развития истории». Я не скажу, что название написано удачное, но это вчерашний день, это здесь семь статей о вкладах русских в развитие Эстонии. Охватывает два периода. Ну, собственно говоря, первой республики и второй и даже третьей республики. У меня своя терминология, потому что все эти республики в основном результате удобнее так говорить, французы говорят пятая республика. Ну да. Почему про Эстонию не можем сказать так же. Я хочу вам подарить с удовольствием. С удовольствием. И что я хотел добавить, что я здесь не сам автор, но я здесь как бы редактор. И когда я ее писал, я иностранные слова по возможности повыбрасывал и заменил на русский. Но все не удастся заменить. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну что, друзья, если время пришло уже к обмену книжками, сувенирами по всей видимости. Еще вопрос тут. Пожалуйста. Один вопрос. Я бы хотела не заступить в законодатель, как мы перескочили из одной системы в другую. и вся советская эпоха, выкинутые из жизни, православие было испорченной идеологией. Я хочу спросить, православие, в которое мы сейчас и вернулись в Россию, оно чистое православие или оно все-таки еще из советского периода попорченное идеологией или оно будет каким-то образом исправленным? Ну, понимаете, вот опять же-таки если мы говорим о настоящем православии, то оно идеологии никак не может быть исправленным. Идеология никак влияет на православие, потому что вера, она есть или, так сказать, вот ее нет. То есть тут влияния ну, в общем-то практически нет никакого. То есть это совершенно другая сфера. Повторяю, это антиподы. То есть вера и идеология. Так что если говорить о том, что сейчас даже не то, что, так сказать, возрождается, потому что оно было и оно сохраняется, это то православие, которое князь Владимир принес на Русь, почему православное в греческом языке называют ортодоксами. Оно не меняется. То есть вот может быть, когда вот мы просто сказали о старообрядчестве, да, вот там была такая серьезная корректировка. Но в принципе что было? Вот это я могу вам сказать как человек, занимающийся древнерусской словесностью, который знает списки служебной литературы XI-XII веков и, скажем, Евангелие, которое было написано или переписано, точнее, да, в XII веке, в XVI веке, и, скажем, на церковном языке издано было в XX веке даже или в XXI веке, текст практически один и тот же. Так что у этой богослужебной книги они те же. Другое дело, что, может быть, я понимаю, так сказать, подтекст вашего вопроса носители этой веры. Да, там они могли действительно как-то в XX веке измениться. Но, вы знаете, я говорю, что вот есть Белая Гвардия, но не та Белая Гвардия, которая в нас в сознании появляется, а старушки в белых платочках, которые ходят в храмы. Вот эта Белая Гвардия, которая сохранила веру православную, под которой она была до революции, вот я говорю, как моя бабушка, так сказать, как вот нынешние старушки, но что они принесли, они-то ее сохранили веру. Они сохранили ее прежде всего в церкви и в свое сердце. Это тоже церковь. Понимаете? Ведь я не могу сказать, что многие церкви, были открыты в Москве. Нет. Но есть церкви, которые не закрывались за все эти годы в советской власти и, скажем, вот рядышком находящийся Псково-Печенский монастырь. Понимаете? Вот он сохранил православие, которое было, а там окормляются практически все и священники, от которых я знаю. И даже из Украины туда ездят священники, потому что вот этот монастырь сохранил ту самую веру, ту самую православие. И они являются как раз направляющимися для всех других. Так что православие сохранилось то, которое оно и было. Пожалуйста, у кого еще вопросы? Ваше отношение к фильмовеньким, если вы его посмотрели, если оно есть. Вчера задавали вопрос, я ответил очень коротко no comments. На английском уже, да? Да. Вы посмотрели его? Честно признаюсь, нет, потому что достаточно было посмотреть трейлер и тоже хорошее русское слово, да? Ну, нет русского, ну да. Ну, понимаете, для человека, который живет в Руси, то есть в Древней Руси, вот это посмотреть, все это, это абсолютное незнание того, что было, то есть полное незнание. Но, как-то корректно Владимир Владимирович Путин сказал, конечно, историки у вас пакетик будут, но у вас свое видение, так сказать, своя картинка, но вы создали свое понимание того, что, ну... А сериал «София» вы смотрели? Нет, я почти не смотрю телевизор. Любопытная концепция там именно Ивана Третьего. Ну, вопрос экранизации, вопрос телевизионных вот всяких разных вот таких вот программ, он довольно-таки серьезный, потому что что там появляется... Нет, не смотрел, потому что на всякие сериалы нужно много времени. К сожалению, Иван Третьев как-то, не смотрел на то, что именно он покончил с Татарским миром, он как-то оказался вне центра внимания, хотя... Ну, там же София, наверное, в центре внимания. Нет, я имею в виду, что вообще в центре внимания общественности, хотя Пушкин ведь его очень высоко, так думал, Иван, смелитель, бог, разумная самодережность. Ну, в принципе, действительно, первый не миропомазанный царь, то есть Иван Третий, конечно. не хотел называться царем. Конечно, его называли, и даже в источниках мы знаем, почему я говорю, что первый царь, но он действительно, он уже своего внука Дмитрия на царство мира помазал, но, правда, тот прожил недолгую жизнь, вот, да, младенчество и умер, но сам-то он не хотел действительно царем называться. Причем более того, там, те татарские ханы, которые на его стороне называются подручные цари. Пожалуйста. Ну, будем считать, что мы тогда закончили. Мы, конечно, немножко отклонились от темы русской литературы в историческом измерении, но зато, мне кажется, мы в историческом измерении посмотрели на жизнь того пространства, которое называется Русью, да, и на жизни тех людей, которые так или иначе себя ассоциируют с этой землей, с этим символом Русью. Поэтому, позвольте, я выражу признательность нашему гостю, что он приехал сюда, что он провел здесь две замечательные встречи, одну вот для большой аудитории, вторую вот здесь в узком кругу, и будем надеяться, что это для него тоже элемент вот такого вот служения, своеобразного послушания, да, которое он выполнил вполне достойно. Спасибо вам большое, спасибо, Александр Николаевич. Спасибо. Спасибо. Спасибо.